Дорогие друзья, сегодня перед вами позирует Анн Грета Горбо. Это ампельный трейлер, стандарт, с кроновой пестролистностью. Посмотрите, какая красивая розеточка. И цветы на фоне этой розетки смотрятся вообще обалденно. Цветочки не очень крупные, они такого бордового, бордово-сливового, я бы сказала, цвета. И по краям лепестков более темный и насыщенный кант идет. У меня камера, скорее всего, неправильно передает, ну, нечетко. Не то, что неправильно, а нечетко передает очертания вот этой каймы. Но она есть, и она придает такой, знаете, шик просто цветочку. Цветы не очень крупные, но вообще у трейлеров, в принципе, и не бывает крупных цветов. Их всегда много, цветов у трейлера. Поэтому, в общем-то, смотрится это все гармонично. Да, мне кажется, именно трейлерам и не нужны крупные цветы. На примере этой фиалки я также хочу вам показать пасынки, да, то есть вот трейлер. Трейлеры – это фиалки, которые наращивают в пазухах листочков пасынки. И за счет этих пасынков кустик растет пушистым, да. Все вот эти молодые отростки со временем тоже закладывают бутоны. И, в общем-то, цветение получается обильным. Но не все пасынки нужны, не то что нужны. Вот, смотрите, здесь вот будет формировать розеточку только лишь один вот этот пасынок. А вот эти все пасынки, вот некоторые, они вообще пасынки без точек роста. Они не нужны. С них ничего не получится. Вот такие пасынки нужно убирать. Убирать и выращивать трейлер, формировать кустик, основываясь на вот этот вот пасынок. Как формировать кустик? Смотрите, здесь вот при таком росте я формирую с помощью освещения. То есть я периодически поворачиваю, я ставлю на угол стеллажа эту фиалочку, чтобы у меня сначала в течение где-то дня три, неделю, вот именно вот эта сторона наклонялась вот в ту сторону. Вот. А потом я делаю разворот наоборот. И к освещению вот тот пасынок поворачиваю, и он растет. И у меня получается со временем все равномерно. Если же оставить все вот так вот, как есть, то вот эта основная голова, она доминирует, и она не даст расти полноценно вот этому пасынку. Да, он будет расти, но он будет очень сильно отставать в росте. А нам все-таки нужно вырастить кустик такой, да, компактный, и чтобы вот эти основные точки роста пасынки головы не сильно отличались друг от друга в росте. Вот иногда своим трейлерам не дают свести, а вот в этом случае наоборот пусть цветет. И все равно, что это первое цветение. Цветение тормозит рост. И вот пока эта голова цветет, она практически не растет. А за это время вот этот пасынок будет расти. Раз уж я так щедро начала делиться своими секретами выращивания трейлеров, покажу вам еще один вариант развития событий. Смотрите, 23 река Енисей. Вот у меня основная голова. Вот она, видите, самая большая. А вот здесь вот у меня два пасыночка. Вот один пасынок. И вот он второй здесь вот спрятался. Смотрите, да. Вот как сделать так, чтобы вот это все равномерно росло. Значит, тоже наклоняю постоянно к освещению вот эту голову сначала. То есть я делаю так, чтобы эта голова подтянулась у меня туда, в ту сторону. И немножко приоткрыла вот эти два пасынка. Но иногда этого недостаточно. Вот в данном случае вот этот вот пасынок очень сильно прикрывает вот этот листик. И такие листы я убираю. Так, я сейчас вот просто убрала этот лист. Потом я еще вот этот черешок сниму. Мне просто сейчас неудобно снять вместе с черешком. И вот все. Вот освободила этот пасынок. У него больше пространства. Ему ничего не мешает. И света он будет получать больше. Также вот у этого пасынка. Вот видите, тоже листик его прикрывает. Но вот этот листик можно не удалять. Его можно заправить вот так вот вниз. Заправляем. Вот. И немножко приоткрылся этот пасынок. Вот так еще можно работать с трейлерами. Вообще это все интересно. Ну и тут уже тоже у меня вот у этой головы где-то уже есть там бутончики. Вот они заложились. Поэтому тоже я эти бутончики не снимаю. Пусть тебе цветет. Вот. И как я вам уже показала на предыдущем трейлере. Цветение тормозит рост. И вот это замедление позволит подрасти вот этим пасынокам. Следующим видео я как раз вам покажу. Лея хрустальный водопад Голд. Вот на выращивание красивого кустика у меня уходит полтора-два года. И формирую я лея хрустальный водопад Голд. Примерно вот таким же образом. Так что смотрите, следите за моими видео. Вот. Чтобы не пропустить. И кто не подписан, подписывайтесь. На этом всем всего доброго. Как всегда, мира добра и благополучия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.